Здарова друзья, с вами Влад Капуса. Ровно для пятерых ребят я разыграю по 10 миллионов монет. Сегодня, либо завтра я сделаю для вас прямой эфир и там вы вместе со мной найдете всех победителей. Все будет в прямом эфире происходить. Для того, чтобы вы могли принять участие, вам нужно будет все лишь подписаться на мой канал. Написать в комментариях, Влад, я участвую также в вашу социальную сеть, чтобы я сумел вам отписать в прямом эфире и выдать вам монеты, либо денежку. Также, помимо этого всего, вам нужно поставить лайк и подписаться на мою страничку в инстаграме и на мой телеграм-канал. Все эти условия мы будем проверять вместе с вами. Я решил дозаписать этот ролик, так как мне кажется, что Антонио не самый последний игрок в месяц, который у нас будет в игре. Посмотрите, модератор в дискорде нам пишет, мы еще сами не знаем, будет ли это последний игрок в месяц, но не факт. И мне кажется, если они говорят, что это возможно будет последний игрок в месяц в этом сезоне, то вы должны уже сами понимать, что сброс состава в 90% то, что у нас будет в игре. Если нам уже это компишут, что это последний игрок в месяц, то значит, ну, явно уже будет сброс и явно все к этому у нас и идет. И также еще один очень интересный вопрос. Будет ли у нас Лига Чемпионов и Лига Европы в FIFA Mobile? Ребята, пока что, мне кажется, Лига Европы и Лига Чемпионов явно у нас откладывается на следующий сезон. В этом сезоне вообще молчанка полнейшая, хотя на самом деле в такое время было бы круто, чтобы они запустили вместе с событием ретро-звезды и Лигу Чемпионов. Вот так было бы у нас какая-то гармония в игре и было бы чем заниматься. Ну, посмотрим, вот есть спорс, какие будут действия дальше идти. Вся новая информация, которая будет поступать с Дискорда, я вам буду сразу о ней рассказывать и буду все вам показывать. Пацаны и девчата, к нам наконец-то вернулся Большой Футбол. С помощью моих друзей OneX вы сумеете приподняться нехило так. У них высоченные кэфы, также широченная линия спортивных событий. И не только спортивных, также еще киберспортивных. Так что, как можно скорее, пользуйтесь моим промокодом у моих друзей и также сканируйте этот QR-код. Всю подробную информацию вы сумеете найти в середине этого ролика, а также в закрепленных комментариях. Самые дешевые монеты можно купить у меня или на сайте ММО, по ссылке в описании. А мой промокод подарит вам 10% скидки и бонуса к вашим монетам. Ну а прямо сейчас я хочу вместе с вами качнуть свой состав и сделать некоторые изменения в этом составе. Давайте, пожалуй, мы перейдем к самому основному. Начну, пожалуй, со звездного абонемента. Заберем награды. Звездный жетон, 30 штучек. Мне это все нужно. Я вот не до конца определился, кого хочу видеть у себя в составе. Друзья, у меня, кстати, 10 удахся. 15 тысяч рублей, 500 миллионов монет на ваш аккаунт. Ни одной блокировки не было за накрутку монет через меня. Так что можете, если что, обращаться на накрутка безопасная. Набор звездного абонемента. FIFA поинтс, 200 штучек. Забираем эти поинтсы. Это все мне нужно. Походу у нас в игре будет еще один либо два звездных абонемента и все. И на этом яйспортс заканчивать будут. Мне так кажется. Ну и тренировочный опыт нужно забрать. Обязаловка. Вот просто обязательно. Вау, друзья, я дождался этого момента, когда у меня будет шанс забрать одну из самых топовых карточек. Это Рудо Гулита. Мне не хватает всего лишь для карточки Рудо Гулита 120 жетончиков. Вау. Я его сумею забрать. У меня есть ровно 150 жетончиков и 120 нужно. Начнем, пожалуй, отсюда. Усиление навыков я заберу. Мне это пригодится. Дальше монетки я заберу. Хорошо, мы это забрали. 100 тысяч монет. О-о-о-о. Заберем все топовые награды. Усиление мне очень нужно сейчас. Это лучшее, что может быть. Сейчас монетки заберем. И все. Мы открыли следующего кумира. Мне вот интересно, сумели я забрать карточку Роберто Карлоса? Успею ли я нафармить вот эти вот все жетончики для того, чтобы получить эту бешеную карточку на позиции ЛЗМ? Рудо Гулит, мы тебя прямо сейчас заберем. Характеристики отпадные, как для ЦП. Еще усиление навыков капитан. Хорошо, нажимаем забрать. Мы забрали карточку Рудо Гулита. Наконец-то, свершилось чудо. Я сумел забрать его. Сейчас, что я делаю? Меняем местами. Да, да, это нужно делать. Тренировку нажимаем. Передача ранга. Передать 80 тысяч монет. Списывают у нас есть порт в монетке наши. Вау, блин, я не знаю. Походу будем тащить. Прямо сейчас самый главный выбор я должен сделать. Я думал, Долу, кого мне купить на позицию ЦП? Луиса Альберту или Кевина Дебрюна? Я на самом деле не против и тому, и тому игроку. Я не знаю, как поступить. Кого лучше все купить. Давайте мы сделаем 100 рейтинг. Позиция ЦП. И сделаем что? Усиление навыков это капитан. Вот просто хочется, чтобы усиление навыков капитан был. У меня также это усиление навыков прокачано. Вот мне нравится карточка Луиса Альберту. Но карточка Кевина Дебрюна мне тоже нравится. И я не знаю, как поступать в этих ситуациях. Характеристики довольно-таки неплохие у того и того игрока. Как быть? Кого взять? Если карточка Луиса Альберту стоит 20 миллионов монет, 25, то возможно и Луиса Альберту я возьму. Кевин Дебрюна стоит 70 лямов. Нет. А ну-ка, хорошо, 30 миллионов монет. Вот есть вот такие вот карточки. А ну-ка, Муралос. Блин, ну, Муралоса не знаю. Даже стоит, не стоит. Мне кажется, что нужно пропустить эту карточку. А вот эта вот карточка мне бы пригодилась, я думаю, на все 100%. Стоимость, конечно, не маленькая. Но, хорошо, если Кевин Дебрюна самая дешманская карточка. Сейчас мы узнаем, сколько он стоит. Вот самый дешманский. 55 сделаем или давайте 60. Пожалуйста, Кевин. Я надеюсь, на тебя цена упадет. И нет, блин. Ну, 70 лямов. Короче, его карточка стоит, как я понимаю. Дешевле вряд ли найду. Нет, даже 70 миллионов монет не стоит его карточка. Ну, это, конечно, блин, будет... Не знаю, зря потраченные монетки, как мне кажется. Видимо, мне придется прямо сейчас покупать карточку Луиса Альберту. Рейтинг 100 мы делаем. Ну все. Будем тебя покупать. Я надеюсь, ты меня обрадуешь и не будешь подводить. Вот, пожалуйста, просто не подводи меня. Ну, характеристики помощнее, конечно, чем у Рената. Вот игра головой. Напор намного хуже. Сила, прыжки. Перехваты, отбор, баланс. Блин, даже не знаю. В чем-то и лучше, конечно, в чем-то и хуже намного. Передай. 180 тысяч монет. Я нажимаю. Далее. Вот, далее. Передаем ранг. Хорошо. Рейтинг нашего состава остался 133. Ничего абсолютно не поменялось. Но хорошо, я на этом не заканчиваю. Ретро-комната. Вот сейчас я буду двигаться вместе с вами. Заберем еще все награды, которые меня ожидают. Я, конечно, хотел бы, чтобы толковые награды были. Награда. Обычный ранг. То, что мне нужно для того, чтобы я сумел прокачать состав. И теперь. Как думаете, какой урок мне здесь выпадет? Если вдруг выпадет карточка Рапиния или Вида, то будет суперкруто. Ну, хотел бы максимально высокий рейтинг. Я закрою глаза. Я не знаю, что мне выпадет. Но хотел бы, ну, суперкрутого урока. Пожалуйста, не подведите меня. Есть порс. 88 Дормян. Он уже второй раз мне выпадает. Просто второй раз карточка его выпадает мне. Ну, бывает. Усиление навыков 150. Ах. Хорошо. Следующая награда это будет 350 тысяч монет. Я не знаю, честно, еще кого больше всего хочу получить. Линда Лёфа или Мануэля Нойра. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Кого из них стоит мне забрать к себе в состав? Кто мне больше всего подошел бы? Может быть, даже Нойра возьму? Ого, усиление навыков 1250. А тут сколько? 1500 должно быть. Да. Конечно, мощь. Не знаю, кого забрать. Посоветуйте мне, пожалуйста, в комментариях. Прямо сейчас. Кого лучше все забрать? Линда Лёфа или Мануэля Нойра? Ну, а также я 100% заберу еще парочку толковых игроков. Давайте вот прямо сейчас проверим мою удачу. Сто же тонечков я трачу. Ретро-звезды, набор. Кто мне выпадет? Давай, жесткий игрок. Ну, энсамы. Ну, блин, ну как-то вообще она супер слабенькая, как мне кажется. Хотелось бы, конечно, чтобы лучшие игроки выпадали. Но, что есть, то есть. Я хотел бы на самом-то деле больше всего получить награду. Это обычный ранг. Байнесс, конечно, мне тоже приодился бы, но... Не факт то, что я его сумею забрать. А ну-ка, интересно, если я буду двигаться до Мануэля Нойра, тут у меня будет награда? Вот, жетоны игрового автомата? Хорошо. А где еще жетончики игрового автомата будут? А, вот тут 400 только. Ну, не знаю. Я думаю, больше всего стоит мне забрать игрока. Хотя, возможно, он подешевеет, и его уже куплю. Сейчас я перехожу к составу. Руд гулит. Повышение ранга. Закидываем его вот сюда вот. Нажимаем повышение ранга. Далее. Руда гулита мы чуть-чуть качнули. Теперь. Дармян, мы тебя сюда закинем. Ты мне особо не нужен. Или давайте вот его сюда. Вот. 200 тысяч монет. Хорошо. Еще немного повысили ранг Руду гулиту. Уже у нас 134 оверсостава должен быть. Да. Мы сумели взять 134. Теперь. Как поступить? Луис Альберту. Повышение ранга нажимаем. Давайте Дармяна все-таки закинем. Далее. Хорошо. Вот то, что нужно. Не жалко. Мне не жалко их. 300 тысяч монет. Далее. Прокачиваем по максималочке. Ну, 135 уже вряд ли сейчас у меня будет. Хотя, конечно, если постараться, то возможно и будет. Вот мне обычный фрагмент ранга больше всего нужен. Его не хватает пипец как сильно. Я вот думаю качнуть карточку Руда гулита до рейтен 100. Нужно это сделать прямо сейчас. Мне кажется, это будет толковое решение. Руд гулит. Мы тебя качнем. Мне твоя карточка нравится. Я хочу тебя ссать на позиции ЦП. Качнули мы Руда гулитом. Максимальная ансогранность плюс 10. Хорошо. Пойдет. Теперь вот это выбираем. Усиление ансогранности плюс 3. Мне бы вот сюда дойти там, где можно повышать рейтинг состава. И было бы супер круто. Друзья, подскажите мне, пожалуйста, в комментариях, как мне поступить с этим составом. Кого купить сюда? Кого заменить? Ван Дейка, я вот думал, может быть поставить на позицию ЦЗМ вместо Черби. Хотя, не факт. Он вроде бы тащит. Друзья, напишите мне в комментариях, как мне поступить. Кого стоит купить? Кого стоит оставить? Просто от вас все зависит, как состав будет улучшаться. У Ван Дейка карточка стоит 30 миллионов монет. Но это супер дешево. Я вот думаю, может быть его все-таки заменить? Линда Лёха. У Линды Лёха вообще халявная карточка сейчас. Скоро мы сумеем еще бесплатно его получить. Я думаю, что топовый ЦЗ будет. Блин, может быть реально Ван Дейка сейчас взять? Не пожлобиться? Ну-ка давайте проверим. 50 лямбов. За 50 лямбов кого я сумею купить? Поиск? Варан есть? Сдерживание у него тоже. Или Ван Дейка взять? Блин, ну супер сложные, конечно, такие вот варианты у меня. Я не знаю, как бы вы поступили на моем месте. Короче, купим Ван Дейка, а там посмотрим. Если что, потом поменяем карточку Ван Дейка. 380 тысяч. Далее. Ну, вот так вот. Сейчас у меня вылезет составчик. Можно купить игроков и качнуть всех этих ребят, которые у меня есть в составе. А дальше будем смотреть, что и как пойдет. Усиление навыков. Может быть, что-то можно качнуть? У второй нападающей даже некого качать. Блин, обидно. Жалко то, что вообще никого не сумел прокачать. Столько усиления забрал. И толку от этого никакого нет. Вот, друзья. Большое спасибо каждому из вас за просмотр. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока.